Ну если честно, у меня ощущение, что черногорцы немного оборзли. Это правда. Ну мы же одна и тетки, и не щебродки, конечно, да. Ребята, что оказалось на пляже для сирот? В общем, там со всех точек мира вот знаменитости, селебрити. Здравствуйте, я Наталья Дуброва. Привет, а я Татьяна Комарова. В этом видео мы с вами побываем на самом дорогом пляже мира просто. Да, вот мы сейчас находимся в Черногории, и мы решили съездить на остров Святого Стефана. Ну и, конечно, для нас это был просто шок. Я думаю, для вас будут тоже цены там просто запредельные. Да, и вот мы попытаемся с вами понять, стоит ли ехать на остров Святого Стефана. Вот что там такого необыкновенного? За что люди платят такие бешеные деньги? Мы едем на один из самых пафосных пляжей мира. Ну, вот в полном смысле этого слова. Это остров Святой Стефан. Наслышанное вообще столько каких-то интереснейших вещей об этом острове необычном. Да, а что там такого необычного? Почему он самый пафосный? Мы вам расскажем, как туда приедем. Вот купили билетик, это в Средиземноморский экспресс. Стоит 2 евро один билетик. 2 евро, да. Сейчас засечем сколько мы будем ехать. Что мало, да? Сейчас 10 часов 10 минут. Угу. Ну, я думаю, что немного, только у него 15. Ой, смотри, красиво. А вот это вот, наверное, Святой Николай. Да, точно, это вот, да. Какая прелесть. Сейчас сосне море, это удивительно. Вот тот самый предмет мечтаний и вожделений очень многих толстосумов. Если у вас тугой кошелек, вам туда. Можете прикупить тут недвижимость. А там, по-моему, только отели. Это частный остров, и туда даже вот зайти нельзя. Можно будет попасть, вот мы сейчас подойдем там. Есть пляж короля и пляж королевы. Давай обойдем, люди фотографируются. На Святой Штефан, Швет и Штефан они называют. Это частный остров, туда нас не пустят, но нас могут пустить на пляж. Но только на бесплатный пляж. На бесплатный, нет, могут и на платный. Ну, ребята, фишка в чем, что там зонтики и лежаки стоят. На пляже короля 100 евро, насколько я знаю, на пляже королевы 120 евро. А пошли приценимся, может скидку сделают. А там, кстати, бывают скидки. Да, да. Там вот недавно была скидка, вот я такое читала в интернете, типа 80 евро зонтик и лежак. Пойдем? Отдыхают. Нет. У нас вся поездка, ребята, 350 евро стоит. С перелетом 7 дней. Ну такое. Почувствовать себя хоть раз в жизни. Нищебродом. Святой Стефан, в общем-то. Не, ну пойти поглазеть, конечно, да. Мы, во-первых, попытаемся узнать, что входит в эти 100 евро, 120 евро. Не знаю. Ну посмотрим. Ну там отдыхают Софи Лорен, Мадонна. Почему туда не безгоносить? Клодиа Шифер. Да. Все звезды, в общем, шоу-бизнеса, о которых мы с вами знаем, о которых мы, может, и не знаем, отдыхают вот на этом чудном острове, который вот сзади нас. Мы надеемся, что его сейчас видно. За нами. За нами. Вон там. Вон там. А вон, смотри, вон, по-моему, бесплатный пляж. Видишь, что там вдоль стены? Там вот сиротки на ковриках. Сиротки на ковриках. На сыновочках. Фиг пустят. Ну, это остров там, где виллы. Я не знаю, там даже недвижимость можно или нельзя купить. Ну, в общем, для нас не актуально. Пошли, Таня. Я нашла этот остров Софи Лорен. Она снималась в кино. Это было еще где-то в 50-60-х годах. Она была еще восходящая звезда. Она страшно полюбила этот остров. Потом применила туда Лен Делона. Она с мужем раз 7 туда приезжала. Ну, и грубо говоря, она его, что называется, раскрутила. И нам рассказали, что вот неделю назад там отдыхала чета Бекхэмов. Недавно отдыхала там Мрия Шрапова. Науми Кэмпбелл. Клаудиа Шифер. Гарик Сухачев. Ну, в общем, там со всех точек мира вот знаменитости. Селебрити. Или съемка, или просто эстраду строят какую-то, да. Толстосумиков развлекают. Что-то у меня какой-то счет прослеживается. Такая пролетарская ненависть, да. Хочется у всех все забрать и поровну поделать. Да, 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 да. Ну вот и у нас возникла вот такая вот мысль. Вообще сейчас на этот остров никого не пускают. Да. Тогда даже экскурсии ни за какие деньги вы не можете туда попасть, если вы там не живете, не забронировали там жилье. Ну вот и вот, Наташа, может ты говорила, что вот обидно, да? Вот меня это возмутило. У нас с Таней, честно сказать, мне не разошлись. Потому что я считаю, что все-таки, если человек готов заплатить, допустим, 600-700 долларов за экскурсию, он должен иметь возможность увидеть. Вот это вот необыкновенно. Но ты пошла бы там за 700 долларов посмотреть на Науми Кэмпбелл? Ну, я не олигарх. Нет, не на Науми Кэмпелл. Нет, я пошла бы посмотреть, как выглядит, допустим, этот остров, если я вдруг хочу. Ну, у Тани другое мнение, что селебрити тоже люди. Ну, в знаменитости тоже люди. Они хотят отдохнуть. Вот, потому что нам вот рассказали, что там рядом бесплатный пляж, и там вот сидят люди, папарацци, или просто люди, и сутками караулят, когда вот кто-то выйдет из этого комплекса этих отелей. Начинает их фотографировать, приставать. Ну, тоже это тяжело. Ну, тяжело. Да, я согласна. Вот здесь вот такая вот конфликтная такая, мне кажется, история. Ну, вот конфликт интереса. Вот напишите, что вы думаете? Вот должны иметь право вот очень богатые, знаменитые люди на такое уединение? Ну, вот напишите. Напишите в комментариях, потому что, ну, правда, мы с Таней спорили вот сегодня на эту тему. Ну, вопрос, да. Да. Рай на земле. Лексикона, в общем, не хватает. Не хватает сколько. Не, а мы сейчас обойдем вот так вот. Пострижено все. Это мы ищем пляж короля и пляж королевы. Мы хотим подороже. И они жгут мне ляжку. Да, мы хотим потратить деньги. А, пляж короля и пляж королевы. Туда? Ага. Спасибо. Вот, 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 моя тятя, моя Буба. Значит, ну, пляжный этот сет. Исполнять, конечно, правила пляжа. Ну, так вот это вот стоит 100 евро. Ребята, смотрим, что у нас 100 евро. По слову. Добрый день. А по-русски говорите? А, слава. А что, вот, 100 евро пляж короля, что включено? Что включено? Два солнца и дамбрелла. Только. Без вода, без вода. Без вода, да. Ага. Только вода. Ага. Ну, то есть, да. Вода, получается, полотенце, да. То же самое. Спасибо большое. Спасибо большое. Короче, получается, пляжное полотенце, вода. Ну, смотри, за твои 100 евро тебя в 7 часов вечера выгонят отсюда. За уровень. То есть, с 9 утра и до 7 вечера. Сало, водку, там, разложиться, тут нормально посидеть. Песни начать петь. Смотри. Раз, пара, два, три, четыре. Находятся желающие, Наташа, находятся. Нам, нищебродам, конечно. Конечно. Давай сделаем кадр. Мы. Мы богатый пляж. Вот. Мы на фоне богатого пляжа. Ну, прийти, я бы за 100 евро попросила бы, наверное, вот этого видного парня, который мне объяснил, что входит, стоять и отгонять от меня мух. И хотя бы какой-то бокал шампанского холодного. А заносить в воду. А, заносить в воду на руках. Конечно, да. Я не люблю, когда резко так, а так медленно, аккуратно, постепенно. Да, постепенно, да. И постепенно так ополаскивать. То есть, семь дней это 700 евро. То есть, две наши поездки. Ну, в общем. Просто сходил на пляж. Просто сходил. Просто скупнулся. Скупнулся. Нет, скупался, вытер за полотенцем. Полотенце. Нет, ты на нем лежишь. Куда вытерся? Тебе второе не дадут. Думаешь? Да, конечно. А если я не скажу одно полотенце? Можно заменить. Заменить, да. Ну, если честно, у меня ощущение, что черногорцы немного оборзли. Это правда. Я не знаю, есть ли где-то в мире пляж дороже вот чем этот. Я думаю, что вряд ли, в принципе. Ну, такое ощущение, что это вообще какая-то шутка. Я думаю, что не может такого быть. Или там уже действительно должны как-то... Вообще не шутка, да. Ну, что-то должно входить, в принципе. Анимация какая-то, развлечение. Ну, хоть что-нибудь. О, собаки ходят. А вон туда еще, видишь, наверх можно подняться. Там красиво, там типа какой-то парк. Уже как пахнет. Чувствуешь, Тань? Тут место райское. Райское, действительно, да. Все после вот это вот, как спадает эта шишка. А мы говорили, да, что пять тысяч евро стоит номер. Вот там вот. Не-не-не, не говори. Пять тысяч евро в сутки. Ну, значит, если ты заплатишь эти пять тысяч евро, пустят же тебя? На пляж? Ну, не на пляж, а жить там. Жить, да. Да, конечно. Платите, а мешки? Нет, деньги есть. Все пути открыты. Ой, и смотри какой цвет воды. Мое любимое, знаешь. Какая вода! Да. Болотный житель. Сюда вообще там, конечно, вот, ну, струны, видите, как красиво это ущелье, да? Сейчас остров Святого Стефана выкупила какая-то сингапурская компания, и вот она сдаёт вот в аренду вот это вот, скажем так, жильё. Сумасшедшие эти номера. Пляж королевы 120 стоит, но там плюс-минус то же самое вообще. Ну, я думаю, что то же самое. Да, я думаю, мы тоже не будем его искать. В зависимости, хоть там, если ты там приличный человек платишь 120, чуть там менее приличный 100. Если ты уже такой нищеброд, идёшь 50 евро платишь. Кстати, гости, которые отдыхают на острове Святого Стефана, они имеют право посещать вот этот вот пляж короля и пляж королевы бесплатно. Ну, я представляю, сейчас заплатили 5 тысяч евро за номер и ещё и 120 евро. И по суточке. За пляж, да. Причём в 7 вечера тебя ещё выгонят. Да, да. Потому что только до 7. Ну, а ехать это, в общем-то, 10-15 минут со Старой Будвы. Да. И каждые 10 минут, по-моему, ходят эти маршруты. Да. Вообще не проблема. Вообще проблем нет. Вот это вот не пляж короля, не пляж королевы. Первая линия. В пакет включено два полотенца. Пахлава, пахлава. Путики горят сюда. Да. Условия такие же просто... Или, допустим, Будве берёшь за 3 евро в аренду зонтика валяешься. Можно взять зонтик тоже, я думаю. Я тоже думаю. А мы сейчас спросим, сколько стоит зонтик там. Берёшь пончиков. Плаза, святая Стефан. Пончиков, кукурузы. И сидишься, получаешь удовольствие. Ребята, что оказалось на пляже для сирот? Вот, рядом с островом Святого Стефана. Оказалось, что можно взять в аренду только сет. Включено два полотенца, две бутылки воды. 50 евро. 50 евро. Первая линия. Вторая. То же самое включено. Стоит 40 евро. Везде включено 30 евро. И вот типа на галёрке 20 евро. 20 евро. А вот так вот бесплатно. То есть здесь нельзя просто взять зонтик. Как на пляже, допустим, в Будве. Ну и вот я вся обмазанная. С защитой. Потому что, ну как бы у меня свойство кожи такое, что я обгораю быстро. Сейчас 12 часов дня. Но мы придумали такую штуку. Здесь рядышком есть барчик. Там, в принципе, люди в пляжной одежде сидят. И мы там, наверное, поплаваем, покупаемся. Пойдём там выпьём кофе. Снова вернёмся на этот пляж. Ну тут два шага буквально. И снова покупаемся. Ну будем действовать вот так. Ну такой вот выход мы нашли. Ну тоже лайфхак своего рода. Итого, ребята, смотрите. Вот мой фреш стоит 3,50. Розовое вино стоит 4,50. Но если бы мы с Таней пополам взяли сет на двоих. То есть два лежака и зонтик. Ну это были бы те же деньги. Лежала бы я грустная и без ничего. И трезвая. И трезвая. А моё пиво стоит 3 евро. Да? Да. То есть тебе вообще дешевле. Сейчас попробую скажу вкусно. Вкусная? Угу. Хорошая. Ну кстати, вот рядышком с этим бесплатным пляжем есть там маркет, есть кафешка. Цены абсолютно... Ну примерно как в центре Будвы, да? Да. Ну вот я водичку покупала. Ну пол литра 70 центов за евро там. Ну там не сумасшедшая цена. Кофе попить там евро 50. Да, тут вода просто это не вода, это какое-то счастье. Она чистая, прозрачная как слеза. Она арбузом пахнет, свежестью пахнет. Заходить немножко холоднее, да? Но выходить не хочется вообще. Она свежая такая, она реально освежая. Куда не посмотришь, везде красота. Либо просто красиво, либо очень. Даже не просто красиво, либо очень красиво. А крышу рвёт. Либо просто крышу рвёт. То есть смотришь, ну барчик такой уютный, хороший. Цены приемлемые. Вай-фай получше намного, чем у нас в отеле. Да, но с интернетом здесь вообще беда. Но на самом деле мы не про интернет, мы про пляж. Вот пляж здесь правда крутой. И бесплатный тоже крутой. У меня даже возникла мысль, может действительно за 2 евро приезжать сюда на пляж. Но в прошлого времени не будет. Да, далековато. У нас насыщенная очень программа. Поэтому, да, не только за пляжем короля и за пляжем королевы ехать, чтобы посмотреть, что такое пляж за 100 евро. Нет. Даже бесплатный пляж. Скажи. Да, даже бесплатный пляж, это классно. Это просто счастье. Брызгаются. Да залез человек. Ну я не полезу. Капец. Не полезу я. Фу, я на это смотреть могу. Не, ну реально очень опасно. Просто опасно. Подскользнулся до вьетнамков. Все кошмар. Ну да, из-за фотографии. Так. Я хочу посмотреть, что здесь. Я аккуратненько. Да. Клёво вообще. Прямо над морем. Видишь? Где, куда он залил? Ну сумасшедший. Блин. У меня аж нехорошо на него смотреть. Это у меня на голову. Таня, давай идем отсюда. У него есть вообще какие-то близкие, которые его фотографируют? Мозги есть вообще? Не знаю. Мозга нет. Второй. Белкая стрелка наша. В космос. Ой, смотри. А там спасательница. Вон, видишь? На пляже короля. Ну да. Но я думаю, что если он туда улетит, то ему... Ни один спасатель не поможет. Тенек вообще прохладненько. Да. И ветерок такой хороший. Блин, посмотри на цвет воды. Анриел такой. Ну ты еще даешь говоришь? Вот такие вот нереальные цены. Конечно, за эти лежаки и зонтики. Ну да, потому что место конечно. Из-за этой неповторимой красоты. Да, наверное, действительно одно из самых крутых мест в мире вообще. Вот когда вот сосны вот так вот близко к морю. Вот вообще. А запах, то что же это? Чувствую, что напоен воздух просто этой хвоей, этими растениями, морем. Каким-то счастьем летом, здоровьем, красотой, да? Вот такой вот запах, если можно так выразиться. Ой, там тоже красиво, смотри. Ну тут красиво абсолютно везде. Везде. Черногория, потому что черные сосны. Потому что Черногория, Монтенегра. А потому что если смотреть на горы, которые покрыты этими черными соснами, кажется, что черная гора. И отсюда Монтенегра. Монтенегра. Монтенегра черная, да. А вот это... Таня, а на пляже Королевы еще меньше людей? Дороже еще. И вода тут, конечно, прозрачная, прозрачная вообще. Пляж Королевы 120 евро стоит сет. Вот то, что мы вам обещали. Вот самый дорогой пляж. Выглядит вот так. А, кстати, людей побольше, чем на пляже Короля. Там, где подешевле. Там 100 евро, да? Да. А здесь 120. А то же самое, видишь? Ну очень странно, конечно. Не, ну красиво, но не очень. Да, вода чудесная. Все очень красиво, но 120 евро. Ну наглеж, я считаю. Ну правда наглеж, ну честно. Мы станем, конечно, королевны, но не настолько, чтобы заплатить 120 евро за сет. Вот за то, чтобы покупаться в этой водичке. Да, не тянем, пока мы на королев. Нет, мы тянем. Просто им денег жалко. Жадные королевы. Жадные королевы. Ну хоть бы уж полотенечки какие-то нарядные. Какие-то серые невразумительные полотенца. Не знаю, может я цепляюсь уже. Ну я за 120 евро хочу чего-то необыкновенного просто. Ну да, мы бы, наверное, весь мозг вынесли, если бы им заплатили 120 евро. Заплатили 120 евро. В общем, мы так долго и злобно ругались на эти пляжи королевские. Наверное, нам пишут, что мы жадные тетки, нищебродки, да? Да, и все остальное. Но на самом деле, ну мы жадные тетки, нищебродки, конечно, да. Ну так оно и есть. Ну так оно и есть, но все равно я считаю это верхом глупости. Ну да, даже если обеспеченный человек, мне кажется, это лишнее платить такие деньги за пляж. Мне кажется, это просто аморально. Лучше помочь кому-то. Лучше, во-первых, помочь кому-то. Или покататься на парашюте вот несколько часов, я не знаю. Придумать себе какое-то экстремальное, классное, очень дорогое развлечение с индивидуальным гидом. Вот я так считаю. Чем просто погреть пузо на полотенце. И помочить ножки в этой водичке. И помочить ножки в чистой водичке. Да. Она там, кстати, такая же чистая и на бесплатном пляже. На бесплатном пляже. Абсолютно такая же. Ну вот, по сути, вот этот остров Святого Стефана, это просто дорогущий отель, да? Говорят, что все номера имеют вид на море. Но вот я вижу некоторые домики, которым перекрывают видимость. Я не знаю, как с этим. Ну, которые в серединке, да? Да, которые в серединке. Угу. А там лодочки какие-то плавают. Видимо, и транспортеры. Потому что по вот этой вот дороге, которая ведет к самому Святому Стефану, люди только пешком ходили. Я не видела, чтобы на машине кто-то ездил. Пока я плавала, там только пешком ходили. Ну, и стоит ли в конечном итоге ехать на остров Святого Стефана? Ну, вот так. Ну, я все-таки думаю, все-таки, что бы мы ни думали, там по поводу всех этих сцен у жутких, все-таки стоит посмотреть на эту невероятную красоту. На этот невероятно красивый парк. Подышать этим воздухом, который хочется просто, не знаю, не есть. Ложками кушать, тазиками, да? Да. И дело в том, что там еще в парке, вот если вы прогуляетесь по парку, там прохладненько. Вот там по ощущениям градуса 24-25, там прохладненький ветерок. Там необыкновенный запах хвои. Там сосновые вот эти вот деревья, эти шишки просто в это море опускаются. Ну, красота такая. Цвет воды. Потому что Адриатика, она везде разная, везде цвет воды разный. Ну, и сам остров Святого Стефана. Ну, он тоже черепичные крышки такие. Крышки. Ну, крышки, да. Ну, это очень красиво, это очень эмоционально. И, конечно, стоит его посетить. Подпишитесь на наш канал, потому что мы все о путешествиях рассказываем честно. И мы не будем говорить, что Черногория, ах, ах, как здесь все прекрасно. Да, есть кое-что, что нам очень и очень не понравилось. Мне просто очень. Очень не понравилось. Ну, вы все равно подписывайтесь и ставьте лайки. И ставьте лайки, потому что это будет интересно, это будет честно, и вот мы расскажем все как есть. Ну, познавательно, полезно для вас точно. Ну, а в следующем видео мы вам расскажем позитивно о негативном. Ну, а вы же люди очень позитивные. Ну, пожалуйста, поставьте нам лайки. Поставьте лайки, правда, нам будет приятно очень. Ну, не ищите негатив в позитиве. До новых волнующих встреч. И ярких вам путешествий. Пока.